Всем привет! Как мы и обещали, это я на Настин телефон записываю. Она потом вот в этом месте, вот куда пальчиком показывает, она там победителей выставит. Потому что уже сколько времени прошло, в субботу был розыгрыш, сегодня так было воскресенье, понедельник, сегодня уже вторник. Мне написали только 4 человека, потому что получился розыгрыш большой, 30 минут, никто не хочет смотреть. Теперь, вот, конечно, можно было бы выставить там фамилии, да, но это тоже не так не сработает. Почему? Потому что, вот, например, по-моему, Светлана Фомина, она решила, что, ну, как бы, ну, как бы она, но на самом деле там немножко по-другому. Поэтому очень важно видеть именно, как сам вот этот аккаунт выглядит, какая буковка какого цвета, потому что часто нам нужно подтверждение это. И чтобы, знаете, тоже неудобно, когда человек, например, мне пишет, да, что я там выиграл. Ну, и когда начинаем разбираться, на самом деле, как бы, получается, что это не он. Вот, поэтому я решила, что так вот мы сделаем, сейчас вот это вот видео я запишу, и вы потом сможете уже в записи посмотреть, кто же на самом деле выиграл. Мне бы, конечно, очень хотелось, чтобы победители, кто именно выиграл, все-таки написали мне. Но до субботы мы ждем. Если, ну, как бы, не объявятся эти победители, то, наверное, без прямого эфира мы вот так же, наверное, разыграем. И в записи просто еще разочек, вот, ну, я даже не знаю, может быть, вот под этим видео вы будете писать. Нет, лучше нигде не надо, мне кажется, писать. Вообще, честно, я даже не знаю, что делать. Если опять под тем, которым было, розыгрыши, на самом деле, даже не знаю, что делать с этими оставшимися призами. Вот. Ну, в общем, вот такое небольшое видео у нас получается. Я его вставлю во влог, конечно, и вы потом сможете посмотреть, кто все-таки выиграл. И, пожалуйста, напишите мне в ВК или нет. Ну-ка, пока. Что-то, похоже, мне надо будет самой челку немножко подправить. Что-то как-то, что-то вообще как-то. Но, знают, пишут, что вы издеваетесь над детьми и неровно челку стригаете. Вообще-то мы в парикмахерскую ходили. София! Ходи туда-сюда. Девчонки в школе. О, уроки как раз закончились. Так, это надо... Ну, до конца почти. Это Софийка спит у меня в этом. Чистая. Настя сегодня приедет, заберет ее. А это в стирку положу. Я стираю, а потом на стирку у них все. А потом отдаю Насте пакетами. Ой, что-то там попридничье. Так, нормально. Да, да, хорошо, все. Вот так. У меня сегодня пюре будет и капуста тушеная. Мам, это сколько я тебе снега навалила? Много снега. А уже растает сейчас. У нас уже там плюс 5, наверное. Видите, солнышко уже, все. Сейчас Вася понянчится немножко. Настя уже доехала. Она мне написала, все, я в аэропорту. Точно не знаю, во сколько Дима прилетит. Поэтому вот время уже было 12-го. Ну, она еще хотела в магазин заехать. Она говорит, надо мне кроссовки купить. И еще что-то она хотела. Неизвестно, когда заберут, а кушать надо готовить. Потом Вася понянчится, а я приготовлю. Вася съездила, забрал девчонок. Сегодня автобуса не было. Учитель написал, чтобы детей лично забирали. Женечка, иди покажись, какая ты сегодня ходила. Папа, ты что? Пойдем, пойдем, пойдем. Вот так вот у нас выглядит форма. По идее, там еще погончики, вот тут еще галстучек. Еще у нас есть пилотки. Ну что, приходил сегодня кто-нибудь? Нет, нам сказали, если вы увидите какую-нибудь тетеньку, сразу с ним познакомитесь. Потому что сегодня девятаж. Понятно. Сашенька, иди сюда. Ну, я так с собой еду с собой. Надо это по бокам. Так лицо не отработала. Короче, детей надо подстригать мне заново. Это что-то такое, я вообще не пойму, что тут вот эта поческа такая. Вот так вот Сашенька ходила. Видите, какая красивая. Красивая? Угу. Смотрите, какие валюты. А тебя не снимала? А, это ты на санканал снимаешь, да. На санканале мы приехали. Ну давай. Вот еще вот этот мальчик. Она, мы сидим, разговариваем. У Саши же Дед Мороз дарил. Вот она прям любит ей играть той. Ну так, прям взрослая, а эта маленькая. Будет играться. Все, гости наши, наконец-то, сваливаем. Софиечка, зайцы, пока. Пойдем. Пока, тетя, пока, пока. Даже Тому у нас, я уже Насте говорю. Ой, как я устала, говори. Пойдем, провожать буду. Ай, Софийка смеется. Ну, конечно, правда, Настя говорит, что только не было. Маленьких ребятишек. Ой, 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 поднимай, поднимай, на. Ага. Сустая. Ну, смотри, не напугалась, да? Ну, я думала, напугается, нет. Настя, ты бы хотя бы носки повыше одевала, что ли? Какие-то маленькие. Ну, смотри, все ноги голые. Я уже развела в них, пап. Угу. Что, снег попадает? Нет. Надо было дочь одеть не белые носочки, а теплые. Все равно, видите, снег попадает. Так, так ты... Минус мне. Вот эта растежка, она вообще немножко, они у меня вообще не затягивают. А ты штаны сверху натяни. Да они, наверное, тягивают. Наоборот, это... Мгг. Натяни сверху. Мама и Дима сказали, что они с Настей и Софитой приедут, и мы будем вместе с ним огородку ставить. Будем с Сашей гулять в полу. Будем, короче, два на два. А-а-а. Снег к тому времени растает, пока они приедут. А? Снег к тому времени растает. Видите, Вася специально тут почистил, чтобы дети могли. Мама, я могу в телегу залезть, а там меня вообще не будет. А-а-а. Там тая катается. Так, Саша, я выйду, чтобы тая не выскочила. Закрывай, закрывай, закрывай. Все, пока, дочь. Папа! 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 Мама, сейчас пойдем туда, на сзади двор. Ой, на сзади двор, а где я много снега. Быстрее, быстрее! Мама, где на сзади двор? Нет, там... Ну, пойдем, пойдем. Мама, нет, там двор с нами не маякает. А что там? Там грязно. Там не грязно. Мама, мама, пойдем... Пойдем туда, сходи. Тут играйте, тут. Мама, не видно, сейчас будет. Точно не видно тебя. Мама, смотри. Тайка тоже там была. Ага, ну все, играйте. Мама, смотри, в очки не попадите. Саша, Саша, это наша сумма логово. Двое прочих одного играем. Ну все, все, играйте. Сейчас Вася уже Дарину повезет к репетитору. Дариночка пришла от репетитора. Вася туда ее повез, застрял, еле вылез. Девчонок сегодня повез на музыкальную школу, и его это тоже застрял, еле вылез. Обратно Дарина сама пришла. Дарина, у меня для тебя новость завтрашнего дня, дистанционное обучение. Откуда ты знаешь? У вас учитель ковидом заболел. Какой-то, не знаю, в общем... Так сказать, что он мог. Средняя школа, ну все, средняя школа вся на дистанционном. Девки наши? Средняя, Женя, ой, Дарина, это вы с пятого по одиннадцатый класс. А девчонки в школу как ходили, так и будут ходить. Может, она по-моему уже написала. Мне прям не нравится. Подожди, дай, верьте. Дарь, что ты радуешься? Я радусь в дистанционном. Как ты будешь готовиться? Как? Легко. Надо будет либо скидывать видео, либо... Одно дело самой сидеть и решать, другое дело, когда учитель расскажет. Что ты радуешься? Отец, не я, мы не можем тебе ничем помочь. Я вообще-то сейчас радуюсь, потому что ничего не случилось по дороге. Ты дистанционке радуешься? Зря, 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 зря. Зря. Нам могут видео скидывать, мы можем через там, в приложении зарегистрировались. Там можно, наверное, по видеосвязи, можно вот тут вот по видеосвязи заниматься через ванкзавит. Ну что, тебе полегче стало, что занимаешься с репетитором? Ну... Что-нибудь как бы сдашь у сны? Может быть, да. Может быть, да? Ну ладно, иди. Поужина или что? Что-то открыло. Горож. Где? У БВ. Нашла слово. Ну, в общем, я не поняла, какая игра. Это на компьютере. А, смотрите, Вася собирает Томе мебель. Мам, кстати, вот так. Это, наверное, на кровать двухъярусную. Да. Машинка стиральная. Тома мне все таскает. Я говорю, у тебя мебель больше, чем у меня. И лучше. И не падает, смотрите. Мама, мы стульчик собираем. Ой, у тебя мебель больше, чем у меня. Дима убрал все. Так, поставил. Красивый букет какой. Мам, это очень тяжело собирать. Да? Очень. Если перепутать все, будет все. Мы не сможем собрать просто. Будет коляк-маляк. Просто, просто. Такая выпендрюшка, капец. Завтра в садик пойдешь? Да. Мама, ты сама говорила, что больше. Не по причинам и не будет пропускать. Ну, завтра, последний день и все, да? Последний день, завтра дом побудет. Да, я уже на удаленке. Ну. Еще и садик могут закрыть. Сыск, с собой. Кстати. Я хочу. Нет, закрыли ДК уже полностью. О, нет, не ДК. Музыкалку закрыли. А, нет, ДК. Да, блин, что-то закрыли у нас. Сегодня только смс-ка пришла мне. Что за... По-моему, ДК. Нет, музыкалка. Музыкалка запрета? Музыкалка. Какая? Которую зеленую спозил. Да, 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 да. Короче, тоже на дистанционную койку перевели. Потому что учительница заболела. Угу. Болеет много, очень много людей болеют. Закрывают на дистанционное обучение. У меня никогда не болеет. Кто? У меня у школы заболели. Если посадят, у нас ходят яблубы. Сейчас 16-15 человек. Угу. Это что такое красивое, пап? 15-15 человек. Просто красота, пальма? Нет, тут еще где-то колечки искать надо. Угу. Потом совсем с мамой собралась спать. Постель, стелень. Мы не пути лезь, мама. Мы не можем обычной завтра блузки пать, потому что неудобно. Ну, короче. Только брюки или наказатель? И этот, китель. Помоги, помоги. Ой, чуть не упала. Подождите, видите, постельная досушиваю на батарее. И вообще не сохнет. Клади просто. Пойдите, клади. Что говорите, пока? Всем пока-пока. Я в своей комнате скажу. Я иду, иду, иду. Саша, уже была разделась. Опять оделась. Женя, если Тома с мамой собралась спать, почему ты внизу стелешь себе? А что нельзя? Лучше стелить внизу. Потому что здесь покрывала, подушку. Из-за того, что вам лень, вы спите внизу? Да. Я спать внизу, потому что у меня всегда жарко. Да, и там чуть-чуть удобнее. Все понятно, Саля? Да, я эту. Пока. Угу. Не про сладкое есть на ночь, доченьки. Угу. Я вот эту завтра. Хорошо, хорошо. Девчонки приготовили тут. Ну, казачьи. Все, говорите пока. Всем пока-пока. Я тут несу стирку подмышкой. Долиночка. Долиночка вечером моет посуду, как всегда. Так, говорите, завтра в пять. Завтра в пять пойдешь? Ну, стемнеет быстро. Так она же работает. Так, ладно, дорогие мои. Все. День у нас прошел. Всем пока. Да, всем пока. Всем до завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok